я вас приветствую меня зовут илья приехали как нельзя это говорила из санкт-петербурга там идем занятия семинары выезды и вот наверняка видели на двери тут висит как раз объявление ведем тур в горы через горы к морю поэтому мы здесь сказать проездом хотим с вами поделиться некоторыми знаниями которые получили которые проверили на практике пропустили через себя и которые могут пригодиться вам ну полага раз вы сюда пришли и так тема нашей лекции как все успевать тема ориентирована на людей кто уже наверное практикуют йогу занимается йогой потому что успевать можно разное можно успевать заниматься ерундой можно быть эффективным в жизни служение в карма йоги в работе в труде вот но перед началом я вас попрошу либо конспектировать на телефон можно можно просто на телефон себе что-то записать почему это очень важно я буду это говорить это важный элемент в том числе в тайм-менеджменте если вы что-то записываете причем я рекомендую именно на бумаге то у вас это фиксируется в памяти вот так устроен человеческий ум и так им интересно пользуются что то что вы пишете на телефоне чаще пройдет в некоторую виртуальную реальность но не коснется вас поэтому приготовьте что-нибудь то есть буквально хотя бы какие-то пунктики которые я буду ставить то есть не нужно конспектировать целиком в целом на самом деле все знания древности все современные знания все это одно и то же все это есть уже вас и вы все это знаете я здесь просто как отружающая поверхность которая показывает вам то что у вас уже внутри есть то что вы уже знаете раз вы сюда пришли и так как все успевать для начала необходимо определиться зачем вам это для чего вам вообще быть эффективным для чего вы хотите успевать больше уставать меньше во имя чего во имя какой цели это очень важно то есть даже сейчас не цель пишем а просто вот зачем вам это зачем вы сюда пришли такой немножечко может быть провокационный вопрос а то йогой можно заниматься можно на лекции ходить многие люди там ездят на различные семинары практики получают посвящение все это накапливают накапливают а вот зачем зачем во имя чего это все происходит зачем вы хотите быть более эффективно запишите себе потому что не знаешь когда проснешься в следующем теле поэтому все по максимуму такое что ты сейчас вот хоп а утром ты просыпаешься уже ничего не помнишь уже не человек действительно жизнь наша очень скоротечная и как жизнь проведешь так она и пройдет зачем хорошо ну тогда будет тоже немножко новый взгляд на этот счет и так когда вы примерно прикинули вообще зачем вам это хотите вы этого не хотите вы этого далее мы должны определиться с нашими целями в первую очередь наша цель и тут я сразу запишу две основные цели но не в плане к чему я устремляюсь а как бы их характеристика одна цель глобальная и мы сравним ее солнышком и одна цель локальная и мы сравним ее с луной две основных цели которые необходимо всегда держать перед собой и это даже не касается тайм-менеджмента это в целом скажем так путь эволюции адекватного человека мы всегда перед собой видим какую-то цель дальнейшую и какую-то цель самую близкую зачем нам это нужно мы всегда должны устремляться к чему-то максимально большому на и высшему настолько высоко насколько вы можете представить и всегда видеть перед собой самое первое самое важное действие на данный момент если рассматривать это с точки зрения ветвь можно сравнить это как раз солнцем и с луной как вы знаете эти два так скажем солнечных светила до условно назовем они если смотреть с точки зрения земли одинакового размера хотя одно неизмеримо далеко одно по сравнению с этим очень близко на то есть луна нам кажется близко но при этом солнечное затмение мы можем увидеть что один диск идеально входит в другой то есть вроде бы светило на разной дистанции находится но тем не менее они одинаково важны и проводя эту аналогию мы можем также сказать что глобальная цель также важно как и самая ближайшая самая маленькая самая первая цель которая вот буквально сейчас уже мы ее делаем то есть мы держим две цели в голове устремляясь к самому наивысшему что важно важно в своей глобальной цели если люди приходят например на такой же семинар только по таймс менеджменту или какие-то бизнес тренинги там все так прям нужно глобально чего-то хотеть нужно чего-то желать и люди там желают достичь кого-то богатство благосостояния обычная финансовых каких-то ресурсов какой-то радости счастья но фактически мы же с вами жены мы практикуем да практикуем йогу глобальная цель она может быть неизмеримо больше зачем вам какие-то маленькие цели замахнитесь еще больше вот прям да да цветов до неба еще куда то то есть не обязательно хотеть просто просто там обогатиться или еще что то это все возможно прелесть майя вот этого мира и под покровом майя в том то что все ваши желания будут исполнены и в одной книге роберт свобода он пишет про мастеров акхори которые как раз указывают что майя это мать и она своим детям детям десяткам она дает все что тебе пожелают и буквально пока все желания не будут реализованы ну как описывает этот автор из круга сансары существо живое не выходит то есть из круга перерождения смерти существо не выходит пока не реализует все свои какие-то желания но это одно из мнений не обязательно этому верить не верить я просто ознакомлю с этим мнением таким образом мы ставим какие-то цели и если уж мы их ставим то лучше ставить максимально высокую у индусов да в индуизме это допустим мокша освобождение самадхи да у буддистов это анутарасом як самбодхи то есть конечно и полнейшее освобождение кого-то просто перерождение от освобождение от перерождений от смерти и рождений у кого-то это просто освобождение от страданий наивысшая цель у кого-то слияние с абсолютом сатманом и так далее я не говорю что вот конкретно у вас должны быть такие цели но в целом самую далекую цель самую глобальную нужно обозначить настолько высоко насколько вы вообще можете представить то есть если вы мечтаете о богатстве то представьте там не миллион не два три какие-то вообще космические суммы но это просто пример и в том числе если вы мечтаете о каком-то духовном развитии то тоже замахиваетесь уже на самое высокое что вы можете представить фактически это тот светлый ориентир которому мы будем идти и на который мы будем дальше равняться и далее у нас локальная цель то есть та цель которая вот у нас здесь в нашем маленьком пространстве то есть нашим личным нашим личным мерке в нашей личной вселенной буквально это тот следующий шаг который мы ставим вот и по важности он не менее важен чем и цель глобальная и с таким подходом получится все делать уже значительно эффективней вот на тему шагов то есть это наш ближайший шаг в целом есть люди которые скажем так плывут по течению да и тоже это имеет место быть и люди такие обычно аргументируют свое поведение тем что цели ставить не надо как бы все уже произошло так сказать адвайта то есть все уже все есть высшее сознание и как в принципе можно и не двигаться вот но в таком случае можно просто лечь и ждать перерождение вот то есть не нужно впадать в иллюзорность даже не в иллюзорность адвайта вот невежество которое может в которой может впасть человек который может может быть только познакомился с адвайта он подумает что вот все есть высшее сознание тогда в принципе зачем что-то делать если уже все произошло нам людям наверное человеком до рожденным здесь свойственно планировать каждый следующий шаг то есть мы ставим шаг правой ногой ставим шаг левой ногой затем опять пойдет шаг правой ногой да то есть мы хотим мы этого не хотим у нас уже есть вот это вот стратегическое какое-то планирование куда следующий раз поставить ногу то есть жить без цели но это вот фактически как идти наугад то есть вслепую куда-то на ноги в разные стороны ставить и будет непонятно то есть если вы существа прямоходящие то скорее всего у вас уже есть какой-то вектор развития направленность и поэтому мы ставим как раз себе вот эти две цели одну мы видим самую дальнюю одну мы видим самую ближнюю по важности воспринимать их можно ну как бы равно да и таким образом действия наши будут эффективны то есть маленькие цели они будут также приносить какую-то радость счастья как и высшая какая-то недостижимая цель которой мы устремляемся вот по вот этом по вот этим двум целям может быть есть какие-то вопросы замечания может быть дополнения вот именно касаемо этого нет очень хорошо хорошо возможно на самом деле у вас уже есть какие-то такие цели вот просто что проверьте что у вас есть какая-то самая максимальная может быть даже недоступной не бойтесь закидывать планку максимально далеко и какая-то самая ближняя да например вот присутствовать на этом семинаре до пообщаться с единомышленниками пообщаться с соратниками хороший вопрос как понять что это твоя цель а не внушенная извне но для этого есть практики йоги практика есть хорошая випассана в принципе на випассане можно задавать себе вот этот вопрос например чего я хочу к чему я стремлюсь то есть если вы посещали випассану то там у вас есть время поразмышлять на этим потому что сожалению живя в социуме но на моем опыте на опыте моих каких-то соратников друзей я вижу что невозможно четко стопроцентно следить твоя эта идея там твоя ли твою ли это желание то есть это не получается но тем не менее придерживаясь какого-то адекватного образа жизни там вегетарианского питания особого распорядка дня о чем мы тоже сегодня поговорим удается отсеивать как бы совсем уж лишний более-менее вроде бы остаются твои но все равно проверить это можно только на випассане а на випассане если у вас опять же будет эффективная практика возможно вы осознаете что есть только вот эта цель и в принципе ничего другого то и нету вообще вот в общем на этот вопрос постараюсь еще ответить далее далее потому что вопрос серьезно и так далее тоже вот про то что нужно брать планку выше это не из спортивного интереса это именно из какого-то внутреннего так сказать позыва я вам это говорю то есть не я не вас не призываю берите больше бросайте дальше там достигаете каких-то результатов нет просто можно смотреть дальше то есть люди когда ходят обычно смотрят под ноги на можно смотреть дальше вот но и под ноги тоже поглядывать нужно и есть одна картина которую николай константинович рерих написал еще будучи в академии там как раз посыльный плывет на лодке сообщить о том что восстал род народ то есть скажем так между племенные какие-то воины на руси были и как раз вот он плывет и ему один скажем так критик или же друг до сообщил что пусть ваш посыльный берет выше по течению что течение все равно сносит нас вниз то есть мы берем планку выше течение нас сносит и мы примерно попадаем туда куда мы хотели да ну или куда попасть адеквате то есть если мы будем намечать допустим из пункта а пункт б а здесь у нас есть какие-то силы скажем так течение гравитация карма там судьба еще что-то в общем какие-то силы которые нас влекут обратно вот мы выдвинулись из точки а и если мы допустим вот тут идем то мы будем брать выше до ориентируясь на какую-то глобальную цель но поскольку вот эти силы на нас будут влиять мы бы у нас будет отталкивать обратно и мы более-менее попадем в ту точку хотя бы куда планировали поэтому и рекомендуется как бы брать цели несколько выше потому что жизнь как показывает статистика все-таки сильно может где-то подкосить может где-то придавить вот и нужно быть с этим очень аккуратным далее далее вот про цели более-менее понятно сейчас вообще очень много различных школ очень много тренеров всяких коучев и прочих людей которые так сказать очень яро заряжают на тему достигни все сделай все лучше вот тоже на ю тубе там очень много различных видео и на тему как все успевать и как быть эффективнее так далее так далее все очень жестко подается в таком спортивном интерес со спортивным интересом то есть спорт спор да то есть поспорить с кем-то у кого там больше у кого лучше и так далее вот важно отличать вот как александр спрашивал вопрос на важно отличать то что ты истинно хочешь и то что тебе навязывает социум то есть нам нас с теле экранов нас настраивать что тебе нужно там новая машина тебе нужен там какой-то вкусный торт тебе нужно вот такая вот одежда и фактически все это культивирует общество потребления и делает из нас просто потребителя вот наша же задача прислушиваться к своему сердцу к своему истинному я и выполнять те задачи те цели намерения желания которые нам скажем так приходят можно сказать изнутри вот на тему культуры потребления очень есть скажем так странный фильм но если вдруг кто-то из вас еще смотрит фильмы какие-то называется 99 франков и этот фильм про скажем так рекламщика до который работает в рекламе и он там очень хорошо вот можно даже просто пять минут вначале посмотреть он рассказывает что вот я тот кто заставляет вас желать новую одежду новую машину новый продукт новый телефон новый iphone как только мы накопили деньги на это я создаю новую моду и уже новый продукт новый телефон новая машина а вы получается всегда не удовлетворены ну вот это вкратце так сказать о том чем занимается реклама современная то есть она именно культивирует у нас вот это ощущение недостатка и ощущение что мы должны употреблять больше на эту тему можно также отметить некоторые психологи они именно с психологической точки зрения это рассматривали не с точки зрения и они говорят что у человека в душе есть дыра и она бездонная как бог и эту дыру ничем не заполнить и кто-то в эту дыру там пытается как-то подставить там новый гаджет кто-то подставить отношения там семью работу средства деньги машину новую купит вот в эту дыру ставят а дыра бездонная она не заполняется вот этой машины или какой-то новой безделушкой и также некоторые психологи указывают что вот эту вот бездонную дыру да это очень перекликается с ведоми можно заполнить только таким же бездомным атманом то есть богом только вот вот этой безграничной сущностью можно заполнить эту безграничную дыру вот современная реклама современные маркетологи они как раз очень хорошо активно используют этот инструмент то есть они знают что у каждого человека есть вот это вот ощущение что чего-то не хватает этот механизм он есть у всех он вложен в нас он вложен нас для эволюции то есть для того чтобы мы с вами развивались для того чтобы мы с вами эволюционировали в нас есть такой механизм который нам говорит что что-то не так нужно приложить усилия нужно развиваться нужно превозмогать себя вот маркетологи используют это как раз создавая некоторое чувство неудовлетворенности и предлагая, что вот этот товар поможет тебе заполнить эту неудовлетворенность. Необходимо фильтровать, фильтровать, что мы получаем, какую информацию мы получаем и постепенно отметать чужие желания и начинать прислушиваться к своим истинным целям. И для этого мы тоже можем обратиться к ведам, к древним текстам, которые указывают как раз примерно, чего желает нормальный, обычный человек. Так называемая Пурушартха и в ней описываются четыре цели для человека, для адекватного человека, который стремится познать себя, то есть человека в ведическом обществе то есть все так или иначе занимались самопознанием и домохозяева, и воины, и священнослужители, то есть не только священнослужители стремятся к какому-то познанию Бога, стремятся все, но посредством у каждого свои какие-то цели, свои какие-то действия, свои предписания. Итак, Пурушартха четыре цели жизни. Первая цель жизни, которой может стремиться устремляться адекватный человек, это дхарма. Дхарма. Итак, у дхармы очень много переводов с санскрита, и мы здесь рассмотрим вкратце вкратце. Так, дхарму можно перевести как социально-общественный долг, можно перевести как космический закон, космический порядок, можно перевести как учение, можно перевести как истина, можно перевести как истинная природа. Можно привести пример. Например, тхарма в значении социально-общественного долга – это, так сказать, предписание. Например, к шатре, витязь, у него тхарма защищает справедливость. То есть, если такой человек, к шатре, он видит какую-то несправедливость, он не может пройти мимо этого события, места, пока эта несправедливость не будет устранена. И это его тхарма. Тхарма царя – управлять государством. Тхарма домохозяина – следить за своим благосостоянием, за благосостоянием своей семьи, рода, народа и так далее. Это в твоем значении. Тхарму можно перевести как «космический порядок», «космический закон». То есть, стремиться к тхарме, стремиться, например, жить в гармонии с миром. У нас есть ритмы космические, у нас начинается день, у нас день заканчивается, наступает ночь. У нас есть некоторые космические ритмы, есть некоторые космические порядки, которые неизбежно происходят. И один из таких космических законов, которые неизбежно происходят, это как раз закон кармы. Или, если сказать русским языком, что посеешь, то пожнешь. То есть понимание этого закона и применение его в жизни, оно дает какую-то достойную жизнь. То есть что мы сеем, то мы и будем получать. И еще есть тоже поговорка одна, относительно русская, и как ударишь, так и получишь. Той же палкой по тому же месту. Но это уже немножко в такой грубой форме. Но фактически, что мы в мир излучаем, то нам и возвращается. И это такой же космический закон, как и гравитация, как и начало нового дня и так далее. То есть это некоторый космический ритм, без которого, скажем так, эта вселенная бы не состоялась. То есть тот порядок, благодаря которому вращается это колесик. Что касается дхармы, можно перевести как истина, можно перевести как учение. То есть в целом, допустим, дхарма в буддизме, это просто учение Будды. То есть Будда не давал буддизм, буддизм появился уже позже. Будда давал именно дхарму, как истину. И когда в некоторых текстах, в суттах палийских упоминается, что его ученики, скажем так, произносили такие речи, что они будут сражаться за дхарму, это не значит, что они будут сражаться за учение Будды. Они говорили, что мы будем сражаться за истину. В этом есть, наверное, разница. Итак, первая цель, которой может устремляться адекватная, здоровая, счастливая, это дхарма. То есть следование какому-то космическому порядку, выполнение каких-то социально-общественных предписаний по отношению к миру вокруг и стремление к внутренней гармонии. Жить с этим миром в ладу, жить с этим миром по совести. Следующий пункт, следующая цель, согласно Пурушардхе, это Артха. Надеюсь, вам видно. Артха. Артха, это, можно сказать, прямые какие-то дела, обыденные, которые у нас везде, у всех есть. Нам нужно следить за своим телом, нам нужно следить за своим благосостоянием. Ну, то есть мы должны где-то жить, что-то кушать, во что-то себя окутывать, где-то спать и так далее. То есть нам необходимо удовлетворить свои какие-то базовые потребности, а потом уже удовлетворять свои высшие потребности. В этом смысле можно ознакомиться с пирамида Маслоу, она так называется. Пирамида потребностей. Есть один психолог европейский, он вывел некоторую систему, так сказать, структурировал потребности человека. И там, я сейчас подробно не буду, есть несколько ступенек, вроде бы семь, и как раз первые, это базовые, это как раз удовлетворение таких потребностей, как сон, еда, защита, дальше идет уже какое-то половое влечение, дальше идет уже накопление, благосостояние, обустройство пространства, выше поднимаемся, там идет саморазвитие, потом творческие это проявления, и пик у него идет самоактуализация, то есть наш, ну вот согласно его системе, его пирамиде, наш пик, это как раз самоактуализация, то есть реализовать себя, то есть понять, кто ты есть, и реализовать вот свое предназначение, но есть мнение, что человек как бы смотрел именно с точки зрения психологии, можно посмотреть глубже, что есть еще некоторые пиковые переживания, то есть на верхушке, на этой пирамидке, вот в эту точку, уже выше самоактуализации, возможно, переживания, слияния с какими-то божественными, то есть к чему стремится каждый человек, каждый человек на самом деле стремится к чему, просто говоря, к счастью, да, согласно ведам, каждый человек, он отталкивается от страданий, чтобы идти к удовольствиям, ну, возможно, так перевели, ну, фактически, к счастью, да, к какой-то радости, или же к какому-то покою, да, вот, то есть мы отталкиваемся от страданий, чтобы испытывать какое-то счастье, таким образом, все не хотят страдать, да, все хотят жить радостно, условно говоря, да, и как раз вот этот психолог Масло, он говорит, что пока не реализуются, пока не удовлетворятся вот эти потребности внизу, а высших человек, ну, просто не дойдет, и это абсолютно логично, потому что если человеку негде спать, ему негде есть, ему нечем там укрыться, он бездомный, безродный и так далее, то как он может заниматься, как он может думать о какой-то самоактуализации, о творчестве, о каком-то саморазвитии, мы не берем, допустим, сейчас, так сказать, исключение из правил, это какие-то монахи, аскеты, такие как йог Миларепа, да, который в одной рубашке по горам, по Гималаям странствовал и практиковал, то есть это, можно сказать, исключение из правил, фактически, все мы обычные люди, в социуме живущие, если у нас негде будет жить, то вряд ли мы будем ходить по абонементу, в зал для йоги и заниматься, практиковать, что-то нам будет, просто говоря, не до этого, и пока мы потребности вот эти ниши не удовлетворим, фактически, а высших тоже, разговора не будет. И вот ардха, это как раз поддержание, так сказать, быта, поддержание своего тела, поддержание каких-то своих прямых обязанностей, то есть, несколько схожа со значением социально-общественного долга, если рассматривать дхарму как социально-общественный долг, то есть, ардха царя, это следить за благосостоянием своего народа, да, то есть, ну, похоже на дхарму царя, в принципе, то есть, за поддержанием каких-то границ и вообще вот за поддержанием вот этого мира физического, то есть, руками и ногами человеческими здесь что-то должно создаваться, да, и ардха как раз вот поддержание вот этого физического мира, можно так расшифровывать, но опять же, значение это более полное, позже скажу, где посмотреть более полное. Далее. Далее у нас третье. Кама. Смотрите, как интересно получается кама. Это, ну, очень условно, не знаю, в трудности перевода можно сказать, как удовольствие от жизни, да, или просто удовольствие, или же вот как раз родование некоторое, может быть, получение какого-то наслаждения, то есть, кама можно перевести как наслаждение, кама можно перевести как любовь, в том числе, и как космическая любовь, так и земная любовь. И смотрите, как интересно, если человек следует своей дхарме, да, своей истинной природе, да, если человек поддерживает арху, то есть, поддерживает вот этот мир, следит за вот этим, в том числе, за этим миром, за своими обязанностями, достойных исполняет, его это приводит к чему? К наслаждению. То есть, человек начинает получать какие-то блага от жизни какие-то радости какие-то приятные ситуации в общем у него просто создается благая карма и он начинает ее пожинать в том числе кому это для нас это как урок то есть поддадимся мы на какие-то страсти или не поддадимся кому можно рассматривать как любовь как любовь между мужчиной между женщиной в том числе и это тоже одна из важных целей в жизни человека то есть после того как мы соблюдаем свою дхарму поддерживаем этот мир исполняется социально общественный долг такой человек он можно сказать здравомыслящи да что ему нужно сделать ему нужно создать семью чтобы дальше поддерживался сать рот дальше рождались дети люди адекватные которые тоже будут следовать дхарме то есть это его можно сказать прямая обязанность если человек следует дхарме чтобы у него были дети потому что его дети вероятно тоже будут следовать дхарме и для мира это необходимо на данный момент и в целом это как задача как цель жизни то есть ведах это описывается прям отдельным пунктом можно сказать что это цель жизни можно сказать что это обязанность некоторые вот и после того как человек удовлетворил какие-то свои страсти после того как он прошел урок страстями после того как он создал семью воспитал какой-то благочестивое потомство до к чему он может устремляться согласно ведом человек в 50 лет но человек имеется ввиду мужчина до имеющий дом семью и все прочее он отдавал все своему старшему сыну и в 50 лет он уходил монахом в лес в лес короньяком к лесным отшельникам тараньяк лесной отшельник сам становился таким и стремился он к четвертой цели жизни мокша мокша или освобождение то есть человек начинал готовиться к перерождению чтобы в следующий раз он достойно воплотился в этот мир мог что воспринимать можно как освобождение можно воспринимать как пробуждение просветления то есть не обязательно что это будет перерождение до мокшу некоторые сравнивают просто с некоторыми видами самадхи в индуизме четыре вида самадхи некоторые школы выделяют больше буддизм например выделяет до 33 видов самадхи и как утверждается что достичь их можно при жизни то есть не обязательно это будет именно перевоплощение как освобождение да как в данном контексте вот и опять же согласно ведом получается человек живет растет учится космическому закону исполняет социально-общественный долг поддерживая этот мир создает какую-то семью и после чего оставляет это все и уже начинает заниматься вопросами духовными вопросами внутренним в принципе все абсолютно адекватно и логично если вы живете ну хотя бы хотя бы сто лет то есть навек это можно все рассчитать если мы живем меньше как сейчас в эпоху кали возраст сокращается сокращается постепенно вы сами можете это видеть опять же у кого-то он растет на таких просто меньше вот у нас сложно наверное все четыре цели жизни реализовать вот так вот последовательно поэтому как некоторые учителя современные говорят если вы о чем-то узнали что вот есть такие практики такие техники пробуйте применяйте у нас нет времени оттачивать всю жизнь дхарму нет времени оттачивать там 25 лет артху 25 лет посвятить семье это и потом последние 25 там мог же да у нас нет на это время то есть мы должны ну как мы должны нам рекомендуют вот мы узнали об этом и вот уже сейчас проводить какие-то аналогии со своей жизнью смотреть к чему я устремляюсь вот это четыре благородные цели на мой взгляд и взгляд так сказать многих людей которые изучают какие-то писания ведические согласно парушархи то четыре благородные цели которым можно устремляться которым возможно нужно устремляться то есть вот вопрос был как фильтровать твоя цель не твоя вот смотрим допустим если я для себя вот эти цели выбрал мне навязывают там допустим новый телефон как бы вот с этим у меня не состыковка значит новый телефон не нужен все просто то есть если новый телефон не приведет меня к дхарме или карт хеликами или мог что-то в принципе зачем он вот чем момент такой дело логический вывод мы можем посмотреть что весь мир он цикличен у нас есть новый день новая ночь у нас все как-то либо по кругу либо так садь по спирали поднимается вверх растет и развивается и мы можем предположить что мокша освобождение вновь приводит к дхарме но уже так сказать на виток выше то есть не по кругу мы ходим как в колесе сансары вот видели наверное буддийское изображение колеса сансары и в европе символ есть ура борос так называемый змей пожирающий свой хвост вот если быть точнее раньше у людей видение было немножечко другим в том числе орган зрения был несколько по-другому развит и сейчас это у некоторых художников до сих пор встречается человек смотрит на картинку видит ее объемный вот этот змей пожирающий свой хвост это фактически объемный каждый змей пожирает хвост следующего змея таким образом идет развитие по спирали а не по кругу вот и здесь также познав так сказать мокшу познав освобождение человек опять обращается к дхарме возможно он снова захочет перевоплотиться в этой жизни или же он будет дальше изучать космический закон космический порядок но уже на других уровнях бытия и дальше возможно также пойдет по вот этим циклом циклом далее мы здесь очень вкратце рассмотрели возможно это недостаточно на самом деле здесь по каждому пункту можно отдавать отдельные вообще даже не лекция там описать в целом если вас вдруг вот эта тема заинтересовала вы можете в интернете посмотреть тоже недавно была лекция называется на четыре цели жизни на сайте оум.ру полагаю все знакомы раз вы сюда пришли да вот здесь логотип текст и прочее в общем на сайте оум.ру можно посмотреть недавно вышла лекция тоже в моем исполнении четыре цели жизни там я чуть-чуть подробнее рассказываю как раз и о пирамиде маслу о потребностях которые есть внутри каждого человека и о вот этих целях чуть более подробно действительно давайте смотреть на это не как на газе закостеневшую систему что вот у нас есть пункты то есть эти пункты здесь я описал так я с ними знакомился так да возможно они в другом порядке возможно они цикличные возможно они не так заказ ну то есть знание оно не должно быть закостенелым то есть здесь мы обозначили вот четыре пункта но фактически фактически да все есть единый организм какой-то абсолют но для нашего понимания нам так сказать даются подсказываться то есть была же например одна веда да и и разделили на три там ну или на четыре по некоторым источникам то есть для понимания человеком то есть человек постепенно терял какие-то умственные способности и для этого ему разделяли на более простые сегменты то есть так воспринять проще вот здесь вероятно можем предложить что тоже есть одна как бы цель так сказать познание космического сознания какого-то всевышнего там кто как называет атмана познание своего истинного я но для нашего понимания нам выдаются вот такие вот пунктики которые возможно конечно нет и не так закостенелый как я здесь написал то есть вероятно они могут и меняться и уже в детстве у кого-то кто-то уже пробужденный родился и так мы рассмотрели четыре цели жизни согласно пурушартхи и далее мы с вами рассмотрим и так вот допустим мы захотели как-то более эффективно жить да какие-то цели мы увидели теперь мы стремимся к их достижению например например я не говорю что это так но допустим мы себе поставили такую цель во имя чего-то высшего с чего необходимо начать необходимо начать с образа жизни то есть если вы допустим поставили себе цель ну вот очень сейчас примитивно сесть на шпагат мы сегодня тянули шпагаты допустим человек ставится цель сесть на шпагат но при этом он не занимается йогой допустим ест вещи которые его закрепощают он занимается какие какой-то физической активностью которая закрепощает ноги он на всех там кричит грубит и так далее вероятно такой человек не достигнет этой цели хотя эту цель он мог у себя написать там первым пунктом там вот как самая ближайшая цель вот хочу освоить до шпагат но он этого не достигнет если у него не будет соответствующего образа жизни таким образом если мы хотим жить эффективно у нас должен быть соответствующий образ жизни который в первую очередь подразумевает конечно же вегетарианское питание но полагаю с этим же вопросов нет вегетарианская веганская сыреческая в общем в таком ключе то есть отказ от убойной пищи почему все очень просто хотите жить эффективно хотите жить преуспевающе необходимо убирать те вещи которые будут тормозить которые будут гонять вгонять нас в тамос которые будут заставлять наш ум становиться инертным то есть очень просто вот объелись там чеснока или еще чего-то то есть тамастичных каких-то продуктов раз мозги сразу притормозили есть даже такой момент очень важный в некоторых компаниях в некоторых авиалиниях британских то есть британские авиалинии они запрещают есть употреблять чеснок и лук пилотом перед полетами чтобы у тех не было как раз вот этого ощущения отупления чтобы они не были инертными то есть все очень просто опять же здесь каждый опять же по своему сознанию отмерить я никого не не заставляю но я лишь хочу привести пример что есть некоторые тамастичные продукты от которых реально притупляется наше осознание это уже проверено на собственном опыте потому что уже сколько лет там вегетарианил потом раз допустим решил вот все пишут писали про пользу чеснока поел чеснока сел делать ничего не могу ну то есть на личном опыте убедился у вас тоже может такой опыт можете такой вот провести то есть долго не есть какой-то продукт потом раз съесть скорее всего он не понравится вот некоторые описывают что 21 или 40 дней должно пройти пока вы не употребляете какой-то продукт за это время у вас создаются новые клеточки новые рецепторы во рту и после того как вы съедаете через 40 дней какой-то продукт если вы там еще пару дней допустим поголодаете какой-то пост подержите то потом скорее всего вам продукт такой как лук чеснок грибы кофе обычно вот это все не нравится, хотя есть к ним некоторая привязанность у обычных людей, тем не менее, если заниматься очистительными практиками, шаткармами, голоданиями, то постепенно это все перестанет нравиться. У нас есть глобальная цель, у нас есть вектор, у нас есть какой-то высший ориентир, который будет к себе тянуть. Если человек действительно будет к нему приближаться, у него постепенно будет отметаться все лишнее, и лишний продукт, и лишнее что-то из круга жизни, и лишние какие-то обстоятельства, общение с какими-то людьми, и все будет отметаться. Но вот именно в традиции йоги, так сказать, мы здесь пришли, скорее всего, с этой традицией более знакомы, есть восьмиступенчатая система йоги по Патанжеле, которая описывает, что у нас в конце есть Самадхи, а вначале есть первые две ступени, так называемые Яма и Нияма. То есть нравственные принципы и обеты по отношению к внешнему миру и по отношению к внутреннему миру. И самый первый как раз принцип по отношению к внешнему миру – это Ахимса, это не навреди. То есть если мы фундамент свой подбиваем тем, что мы вредим, то о каком высшем развитии говорить, если нет фундамента? То есть дом как бы строят от фундамента, а не от крыши. Крыша может быть очень красивой, и на конце будет флюгер сиять, но если нет фундамента, дом не построишь. И как раз вот этот фундамент – это наша, так сказать, адекватная жизнь согласно нравственным принципам и обетам по отношению к внешнему миру, к внутреннему миру. И один из этих принципов тоже – это шауча, это нияма. То есть поддержание чистоты, гигиены. То есть если тело грязное, гниющее, то вряд ли человек в нем будет думать о каких-то тонких материях. Скорее всего, его будет отвлекать это. Но опять же, вершина одна, а путей к ней очень много. И кто-то достигает путем йоги, кто-то достигает другим путем, кто-то достигает много разных путей, много разных троп. Разные есть мнения на этот счет, и каждое мнение имеет место и право на существование. Каждое мнение достойно уважения. И много разных людей. Кто-то ест мясо, кто-то не ест мясо. И те, и те люди могут быть, скажем так, святыми. В ведах упоминается, что если бы вегетарианцы достигали святости какой-то, то все бы слоны, коровы, носороги, все бы были святыми, но тем не менее, они продолжают быть носорогами, коровами и слонами. То есть, хотя они питаются травой и корешками. То есть, по сути, это супер аскета. Вот, поэтому действительно, тип питания он не приведет к божественному. Ни одна аскеза еще к Богу, наверное, не приводила. Но тем не менее, просто есть некоторое наблюдение, что у людей, которые переходят на более тонкий тип питания, у них энергия более тонкая. Ну, это как мнение. Вот. Да, то есть легче просто легче вибрировать, на высоких вибрациях, когда у тебя нет низких. То есть, это просто проще. Вот мне лично проще. Вот. И на своем опыте, на опыте своей семьи я это увидел очень явно, поэтому, так сказать, я это рекомендую. Итак, адекватный образ жизни, подразумевающий какие-то наличия тонких энергий, да, в организме. То есть, неупотребление какой-то грубой пищи, которой можно даже и бобовые там отнести, и все прочее. Что тоже, опять же, тяжелые, да. Опять же, к чему стремитесь, какие у вас вибрации должны быть соответствующие. А также адекватный образ жизни подразумевает определенный распорядок дня. То есть, если вы хотите эффективно жить, если вы хотите все успевать, да, мы переходим постепенно к планированию времени, да, у вас должен быть определенный распорядок дня. Опять же, я его буду говорить с точки зрения йоги. Вы можете подстраивать под свой образ жизни. Есть некоторые рекомендации, которые уже проверены временем, что вот люди, которые делают так-то и так-то, почему-то достигают больше, да. Люди, которые не делают так, они лежат на диване. То есть, просто есть наблюдения и личные, и статистики различные на сайтах. Так вот, чтобы начать адекватный день, нужно адекватно проснуться. Начнем еще раньше. А чтобы адекватно проснуться, что нужно сделать? Лечь. Адекватно лечь спать. То есть, в первую очередь, это, как это, даже не сон, даже подготовка ко сну. Подготовка ко сну. Подготовка ко сну. Это очень-очень важно, потому что просто лечь, можно, например, объесться и лечь. Будешь вот так вот лежать и ждать, пока она переваривается, а в итоге эта еда станет завтраком в желудке, так и не переварившись. То есть, лечь, да, можно даже рано лечь, но толку не будет. Так, подготовка ко сну. Очень-очень важный момент. И почему мы начинаем так издалека? То есть, чтобы начать утро, приходится начинать издалека. Есть простой пример. Вы наверняка замечали, допустим, вы такие собираетесь с духом, говорите, вот в понедельник обычно у людей почему-то по понедельникам выстреливает, что новая неделя, новая жизнь, я брошу там какие-то вредные привычки, я встану рано, растелю коврик, а в итоге в понедельник просыпаешься. Почему так происходит? Потому что, если вы хотите в понедельник начать новую жизнь, в субботу нужно было начать к этому готовиться. То есть, в субботу нужно было уже задумываться о том, что было бы неплохо там где-то попрактиковать немножко, чтобы тело привыкло. Может быть, там не кушать на ночь, да? То есть, хотите начать новую жизнь в какой-то день, начните к этому готовиться. И некоторые спортсмены, они так и описывают, что победа – это настолько серьезная подготовка, которая, так сказать, отсекает все возможности поражения. То есть, фактически победа – это не сама, как бы вот я там победил, что-то сделал, а я просто подготовился настолько, что отсек у себя все какие-то лишние каналы, и у меня остался вот только вот этот прямой путь. То есть, убираем лишнее. Подготовка ко сну, что подразумевает? Вы пришли вечером там с работы или еще откуда-то, скорее всего, да, ну, необходимо все-таки кормить тело. Часов в шесть, в семь вечером, допустим, кушайте, кто-то раньше, кто-то позже, но хотя бы там часа за три-четыре часа до сна. Опять же, в зависимости от той, какую еду вы едите. То есть, если это яблочко там какое-то, то может быть и там за час, и за два часа до сна. Если вы хотите плотно покушать, то никаких проблем, покушайте плотно, допустим, в 18 часов там или в 17 часов, а после этого пойдите погуляйте. То есть, очень хорошая тема в китайской, например, медицине, там так и описывается, кто делает 100 шагов после еды, тот долго живет. Но, как бы это китайские мудрости. Ну, фактически, просто нужно пойти погулять, да, как-то проветриться. Также погулять на ночь, это очень хорошо повзаимодействовать со стихией, со стихией земли, ветра готовящегося. То есть, к ночи мы готовимся. Будет очень позитивно. Вот, то есть, не есть до сна за какое-то, хотя бы там за четыре часа. Ну, берем среднестатистический обычный прием пищи. Понятно, что если вы хотите прям что-то там, пирожков каких-то вам напекли, то лучше их есть часа в три-четыре дня. Вот. Тоже не есть какое-то сильно сладкое. Вообще, последний прием пищи лучше завершать чем-то щелочным. То есть, щелочным, понимаете, да, например, какой-то либо фрукт, либо зелень. В общем, что-то, что ощелочит организм и, так сказать, на всю ночь у вас будет щелочная среда в теле. Это позитивно. Утром просыпаешься, у тебя во рту вкус щелочи, а не кислоты. Разница есть. Да, как кислоты не содержат. Что? Фрут кислоты. Некоторые содержат. Ну, они все в мягке. Некоторые содержат. Ну, например, что там, какой-нибудь глоточек лимонной воды попить. Будет щелочная. Вот. Ну, например. То есть, опять же, это не значит, что вот вы поели плотную еду, а в конце фрукт какой-то съели. Нет. То есть, это тоже, как бы вы знаете, это неэффективно. Возможно, пройдет какое-то время и просто вот на уже под конец действительно какой-то лимонной воды там буквально глоточек просто, чтобы сформировать щелочную среду на ночь. Это будет позитивно. Но, опять же, это не прямая рекомендация к действию. У каждого там уже, возможно, уже есть какой-то распорядок дня и как вы кушаете. Вот. Что еще хорошо? На ночь, конечно же, хорошо убрать с себя некоторый морок от дня. Да. То есть, если вы ходите в офис, обычно приходишь вот с такими глазами потом и не знаешь вообще, что делать. Вот. Попрактиковать мантру, попрактиковать хатху. Ну, хатху, наверное, сложнее после работы практиковать. Но вот мантра мне вот очень помогала, потому что фактически твое тело отдыхает, даешь телу отдых, а мантру поешь, она тебя очищает. Мантра, да, чистит, тра, тереть. Ман, это как манас, ну, то есть очищающая манас, очищающая ум. Очень позитивно лечь как раз вот после мантры. Или же, например, еще почитать какой-то текст. Если вы будете читать какой-то текст, например, жизнеописание какого-то святого человека и будете уже чувствовать, что засыпаете, уже все, отложили книжку и вот так вот уснете, то, вероятно, вам будут сниться события из этой книги, потому что она будет как бы в подсознание заходить. И, возможно, вы там увидите этих всех йогов, чьи жизнеописание читали, очень интересно будет. То есть тоже позитивно почитать хотя бы там страничку на ночь каких-то писаний, которые вас вдохновляют, которые, опять же, будут формировать ваш следующий день. То, как мы ложимся вечером, формирует наше утро. Конечно же, вечером хорошо провести аналитическую медитацию. Что я сегодня сделал? Да, вот, допустим, нарушал ли я химсу, там, оследовал ли я шаоча, а был ли я удовлетворен своей жизнью? То есть пробежаться полностью по яме и не яме, по базовым принципам нравственным. Вообще, что я сегодня сделал? Да, есть техники, например, посвящения заслуг. Вот, в частности, я знаком именно через, ну, из буддийской традиции, наверное. Там гуру Падмасамхава, он говорил, что трижды в день посвящай заслуги и плоды своих практик. Некоторым он говорил, что шесть раз в день нужно посвящать заслуги и плоды своих практик за вот этот день, и тогда вот будет тебе, условно говоря, счастье. То есть хорошо посвятить вот этот день чему-то высшему. То есть обратиться к чему-то высшему. Тут на вкус и цвет у кого какие практики. Но в целом какая-то практика, она вечером, ну, просто необходима, потому что реально формируется наша жизнь вот как раз вот этими вечерами, когда человек уже ложится, он уже устал, у него начинает подсознание что-то выдавать. И то, как вы вот с подсознанием будете в этот момент общаться, работать, сформирует ваш следующий день и, вероятно, уже потенцию на следующий день. То есть некоторые тенденции формируются, допустим, с субботы на понедельник. Ну, то есть через несколько дней даже будет. Итак, ложимся спать. Ложимся спать везде, опять же, все спят по-разному, но приблизительно с 10 до 2, ну, вот в средней статистической с 10 до 2 это самое позитивное время, когда у нас в голове вырабатывается мелатонин при соблюдении важных условий абсолютной темноты. Ну, как бы понятно, что там где-то там щелочка дверная будет, ничего страшного, но то есть человек должен спать в темноте и более-менее в тишине. При таких условиях у нас вырабатывается мелатонин, который помогает бороться нам со стрессом. Возможно, кому-то это помогает, но, по-моему, это что-то лишнее, мешающее. Ну, если при свете, повязку, ну, я полагаю, что каждый живет в своем мирке, да, в его реальности будет темно, так что, вероятно, мелатонин может вырабатываться, но, опять же, если будет тихо. Понятно, что йоги, когда практикуют, им уже все равно, где там спать, где есть, можно при таком свете спать и все нормально будет, но, тем не менее, будет некоторый износ организма, то есть хотите адекватно жить, все эффективно делать, необходимо задумываться о таких моментах и действительно спать в темноте. И вот с 10 до 2 это самое полезное. Чтобы в 10 спать, это надо хотя бы в полдесятого уже лежать, так сказать, в шавасане, там расслаблять свое тело по частям и так далее. Разные есть техники, тоже очень хорошая техника. Вот как сегодня Елизавета проводила шавасану, в конце по телу мы пробежались. Вот точно так же вы легли и точно так же все тело отключили. Вообще, это как бы практика уже осознанных сновидений, чтобы тело одно освобождалось из другого. Тоже можно попробовать, так сказать, йога-нидра. Йога-нидру на ночь делать и засыпать таким образом. Подготовка к основе. Вот вы легли спать, да, спите до какого-то времени и вставать, конечно же, тоже рекомендуется на скажем, на рассвете или за какое-то время до рассвета. А вот теперь представьте, мы из Санкт-Петербурга, у нас солнце... Белые ночи, да? Да, белые ночи. У нас оно закатится где-нибудь там к 11, потом светло всю ночь и потом уже в 3 оно начинает выходить. То есть встать на рассвете, это получается спать надо 3 часа. Но опять же, вот эти рекомендации, что встать на рассвете, они для среднестатистической, среднего вот этого умеренного, умеренный, да, он называется, поезд для среднестатистического человека. Понятно, что, допустим, люди, у которых живут в тундре, у них вообще там полярный день и полярная ночь. У них ну никак не получится, когда полярная ночь, встать до рассвета. Еще и овощение. Да, овощение. В общем, очень-очень все печально. У них свои там ритмы жизни, но тем не менее, им тоже нужно какое-то время в сутки все-таки спать. Да, и я так понял, что вот если, допустим, не получается вот с этими белыми ночами, там с рассветом, с брахмом ухуртой все это согласовать, то хотя бы просто приблизительно ты берешь для себя, что я там стою в 5 или в 6 или какое-то время, которое для вас кажется адекватным. То есть для кого-то это будет всем, для кого-то это будет 3 утра. У всех по-разному, но на самом деле важно, чтобы это вас дисциплинировало, то есть чтобы это создавало хотя бы маленькую аскезу, то есть чтобы вы не просто высыпались там по полной, а все-таки хоть какая-то небольшая аскеза была. И в тот же момент не нужно думать, что вот если там допустим один человек стоит в 6, а другой в 5, то кто-то прав, а кто-то как бы не прав. Такой момент интересный, вот очень много друзей йогов и кто-то встает в 2, кто-то в 3, кто-то в 4, кто-то в 5, кто-то в 6, кто-то в 7, кто-то в 8, кто-то и до 11 дня спит. И люди абсолютно разные и разные практики, но тем не менее все, на мой взгляд, эффективно развиваются. И вот те, кто встают в 6, они говорят, что в 5 встают фанатики, а те, кто встают в 5, они говорят, в 4 фанатики встают, а вот мы нормальные. А те, кто встают в 4, они думают, что вот в 3, это вообще как бы люди безумные, а в 4 вставать нормально. И каждый так думает про кого-то. То есть фактически просто выбрать нужно какое-то число, ну как число, какое-то время, когда вот примерно вы просыпаетесь, но немножечко так, ну хорошо, если будет немножечко аскеза, ну или просто вы будете просыпаться адекватно, допустим там 5-6 утра где-то. По-разному. Примерно, если вы будете в 10 ложиться, то к утру вы будете просыпаться хорошо. Вот. Спать тоже рекомендуется более-менее, ну, в прохладе, то есть не в холоде, но должно быть свежо. То есть в жаре спать, конечно, тяжело. Вот мы сюда приехали, ну, как бы тут у вас жарковато, я скажу. Да, вопрос. Ну, вот Айруеда описывает, что до 6 утра почему можно вставать, потому что там изменение дождь идет. Да. Те, кто до 6 утра до 6 встает. Да, капха уходит и все такое. Те, кто бодренький. Это очень, да, ну, примерно, примерно для себя человек выбирает, там, вот я говорю, 5, 6, 7 часов, вот, но опять же, потому что доши, они тоже, так сказать, имеют какие-то климатические привязки, то есть на севере они будут немножко по-другому работать. Итак, приблизительно ранний подъем, да. Утром проснулись, вот я напишу ранний, но каждый определяет, что такое ранний именно для него. Да, потому что он у всех разный. То есть рано, рано, это у всех свое рано. Тоже, да, наверное, такое замечали, когда выходной, то ты просыпаешься пораньше и думаешь, о, как здорово, встал пораньше, да. Ну, то есть, если мы адекватно живем, то, в принципе, ранний подъем, он естественен, он естественен. И именно вот это будет формировать наш, как бы, эффективный день, вот, можно сказать, первые пункты. Итак, ранний подъем. Что происходит, когда человек только проснулся? Тут вот очень важно, конечно, если у вас сразу тело начинает говорить о себе, что ему надо, там, в туалет или еще куда-то, конечно, вы начинаете, так сказать, приступать к гигиеническим процедурам. Вот, но будет позитивно, если у вас будет хотя бы минутка, чтобы просто сесть, возможно, со скрещенными ногами, ну, или просто прямо с прямой спиной, чтобы после сна ноги сразу в лотос не надо заворачивать, потому что надо их разминать чуть-чуть. В общем, хотя бы чуть-чуть просто сесть с прямой спиной, и вот этот вот вектор, помните нашу глобальную цель, мы для себя этот вектор опять определяем. В некоторых традициях, в частности, опять же, гуру Падмасамхам, он говорил, он своим ученикам, говорил, что представляете, на голове какой-то лотос со специфическими всякими вещами, и в этом лотосе сижу я, ваш гуру. Вот, а некоторые традиции это до сих пор сейчас используют. В общем, какая-то практика, которая устремляет тебя, которая поправляет вектор. То есть ты каждый день просыпаешься и каждый день смотришь, а туда ли я иду. А к чему я иду? Вот эту вот глобальную цель ты каждый день видишь, и постепенно ты будешь к ней набирать скорость изо дня в день, изо дня в день. А какой мой вектор? Допустим, ты проснешься и поймешь, что хочешь чего-то вообще непонятного. Значит, вектор сбился, значит, его надо поправить. То есть ты каждое утро себя калибруешь. Это очень важно. Буквально от минутки до 10 минуток, пока тело не позовет по естественной нужде и далее. Далее как раз гигиенические процедуры. Абсолютно все традиции югические и не только мистические, суфисты, сихасты в христианстве и так далее, они говорят, что с утра необходимо выполнить хоть какое-то омовение. Хотя бы просто лицо, хотя бы просто ладони, стопы, если есть возможность. Полуомовение, если есть возможность, то полное омовение. И, так сказать, ну если тяжело, если для организма стресс, то теплая вода, потом прохладная вода. Если стресса нет, то немножечко прохладная вода. Если надо погреться и опять прохладная. То есть завершительную прохладность, чтобы вы были бодрячком. Это не значит, что нужно стоять под душем и какую-то вообще невероятную лютую аскезу держать. Ну, хотя кому-то это нужно. Ну, просто если вы хотя бы закончите чуть-чуть прохладной, освежающей водой, уже будет хорошо. Вот опять же в такой погоде, и это одно удовольствие, да? Когда на севере живешь, конечно, очень сложно себя заставить какой-то прохладной водой с утра себя обжигать холодом. Вот, а здесь это очень все хорошо получается. Некоторые омовения обязательно. Зачем? Опять же описывается, что мы с себя некоторые тамос смываем. Мы лежали, да, мы накапливали, так сказать, здоровый тамос, который нам нужен для того, чтобы мы на земле были, чтобы мы на земле работали, чтобы мы устойчивы были, чтобы у нас крепость в ногах была и так далее. Нам нужен здоровый тамос, да? Он набирается ночью, когда мы инертны и абсолютно лежим. Тамос это, ну, я думаю, понимаете, о чем я говорю, да? Тамогуна. Инертная сила, которая, условно говоря, тянет нас вниз от развития, да, но и она тоже должна быть. То есть после омовения уже можно приступить к какой-то практике. И, конечно, я сталкиваюсь с таким, что очень сложно по утрам практиковать, и преподавателям сложно точно так же, и занимающимся сложно, в общем, всем сложно. Поэтому, если у вас есть возможность ходить, например, по абонементу на занятия, это будет вас вдохновлять, да, это просто легче. Если у вас уже внутренней силы хватает, то занимайтесь дома самостоятельно, по видео или просто самостоятельно. Но в целом хоть какая-то практика должна быть утром. Это не значит, что нужно каждый день шпарить там аштангу два часа, там третью серию или еще что-то. Это жестко, то есть не нужно себя так изматывать, как ни странно, но на практику хатхи тоже уходит энергия. То есть у вас должна быть энергия, чтобы заниматься практикой. То есть, чтобы выполнить тапасию, у вас должен быть тапас. Немножко странновато, но тем не менее. То есть на это уходит очень много энергии. И не всегда она есть, но хоть какая-то практика должна быть. Например, можно почитать какую-то книгу. Ну, например, описание святого человека жизни, описание каких-то йогов. Или, например, ну опять же, что вас вдохновляет? Может быть, какая-то молитва. Может быть, какие-то христианские молитвы кто-то произносит, кто-то свои какие-то веления читает и так далее. Или, может быть, какие-то мантры. То есть какая-то практика должна быть. Почему? Опять же, это формирование реальности вокруг вас. То есть хотите, чтобы вокруг вас реальность была, вот как вы хотите ее структурировать, выполняйте это. Хотите, чтобы она шла по течению, без проблем. Есть такой важный момент. Если вы не придумаете себе занятие, его вам придумают. Очень просто. То есть современные СМИ, телевизор, работа и так далее. Нам всем скажут, что делать, без проблем. Не хочешь думать сам, тебе дадут, как думать. Тебе дадут инструкцию, шаблон, вот делай так ты и так. Поэтому, если вы себя занимаете, ну, вероятно, вы следуете чему-то внутреннему, какому-то позыву. Ну, или даже хотя бы своему эгоистичному. Ну, хотя бы своему, не чужому. Уже неплохо. Итак, ранний подъем, утренние процедуры и как раз вы позанимались какой-то практикой. Зачем важно заниматься практикой? Вы позанимались практикой, у вас сформировался некоторый тапас, да, некоторая универсальная энергия, которая сродни, скажем так, ресурсам, которые вы можете потратить на ваши желания. И здесь далее очень рекомендую перейти как раз к планировке дня. Сейчас мы обсудим как раз тайм-менеджмент, как распланировать свой день. Да, рекомендуется два варианта. Либо можно вообще, если хочется вот прям, чтобы не то, чтобы вот цели достигались, а вот чтобы прям выстреливать, рекомендуется два раза в день. Это вечером как раз на ночь и утром. С утра то сделай, то сделай, а то сделай, потом еще успею. Дел много, да, согласен. Тут нужно смотреть у кого как по времени. Опять же, у всех получится по-разному. Ну, я замечал, что, допустим, у меня лучше идет с утра, но если делать и утром, и вечером, получается, ну, прям как паровоз шпаришь. Ну, то есть эффективность растет. Растет, реально растет, потому что ты два раза в день вот этот вектор себе ставишь, а может быть и больше раз в день, и примерно по своим целям пробегаешься. Итак, почему я рекомендую с утра? Потому что вы позадимались какой-то практикой. Ну, например, если вы вечером занимаетесь практикой, выполните это вечером. То есть вы некоторый свой тапос вкладываете дальше в некоторое структурирование пространства вокруг вас. Еще почему я это рекомендую? Некоторые люди занимаются хатхой по утрам, а потом бегут сразу кушать, или там на работу, или еще куда-то. И это, ну, по сути, просто слив, опять же, энергии. То есть вот вы позанимались, вы энергию накопили, вложите ее в что-то. То есть в какой-то план дальнейший. Итак, мы переходим к планированию времени. Я настоятельно рекомендую откладывать всякие приложения на телефоне. Всякие там планировщики. Потому что вот на телефоне это все очень здорово, это все очень удобно, красиво. Там есть красивые галочки, там пунктики, если ты выполнил, это все очень круто. Но на самом деле туда уходит уйма, уйма энергии. То есть представьте, вы проснулись, у вас, опять же, накоплена некоторая энергия. Что обычно делает первый человек? Он смотрит в телефон. Энергия уже, так сказать, потратилась. Есть такой момент, в Махабхарате описывается, что жил аскет, он выполнял такой аскет. У него было нормальное зрение, но он закрыл глаза. И сколько-то там сот лет или тысяч лет, это уже непонятно. В общем, он не смотрел. Он накапливал как раз вот эту вот энергию. И в конце так получилось, что Кришна заманил какого-то демона в эту пещеру, к этому аскету. Аскет случайно открыл глаза, ну или не случайно, его разбудили. В общем, его каким-то образом потревожили. Аскет открыл глаза, увидел этого демона и буквально испепелил демона своим взглядом. То есть на этом примере мы можем посмотреть, что пока наши глаза закрыты, даже пока мы спим, мы формируем уже некоторую тапасию, некоторый тапас. То есть некоторую энергию, которая может, так сказать, пробить реальность, продавить реальность. И очень глупо, когда человек просыпается, он первое дело, он сразу в телефон. Посмотрите на какой-то, не знаю, образ вашего учителя, посмотрите на любимого человека, посмотрите на, не знаю, на солнце посмотрите. Уже будет гораздо лучше. То есть отправьте вот этот первый посыл к чему-то возвышенному, а не просто в телефон, чтобы отключить будильник. Для этого есть будильники, которые там пикнуть просто кнопочку или еще что-то. Это все возможно настроить. Это очень важно на самом деле, потому что у современных людей телефон вообще прирос к рукам. Мы тут садим, у нас у всех телефончик вот где? Вот он, вот это вот, козявочка, энергию тянет. В общем, прилип к руке. Она работает, деньги зарабатывают. Да, понимаю, понимаю. У самого как бы вся работа практически через интернет. Не спорю, работает. Но вот мы будем смотреть в планировке времени чуть позже, что необходимо уважать себя. Необходимо уважать себя и иногда вот это вот отодвигать. То есть пока вот вы не работаете, реально уважать себя, вкладывать энергию в себя. Вот таким образом, действительно, не сливайте энергию в телефон, попробуйте вложить ее во что-то. Я очень не конец, потому что на самом деле очень много различных тренингов, типа как быть сильным, как накопить энергию, как там практики какие-то энергетические. На самом деле все очень просто, у вас уже море энергии. Просто научитесь ее не тратить на ерунду, и у вас уже это море в руках. То есть у всех много энергии, нам дано это, скажем так, на каждый день нам дается определенный, так сказать, не кредит, ну как, ну в общем какой-то ресурс нам дается на каждый день. И этот ресурс, он на самом деле очень серьезный, возможно даже безмерный. Мы сами гасим. А мы гасим, мы гасим на телефон, на покушать, на еще что-то, на удовлетворение страстей каких-то. В общем, первый свой посыл, первую вот эту вот идею отправляйте к самому вашему высшему. Попрактиковали хатху, например, с утра, или какую-то мантру попели, или книгу почитали, в общем, выполнили какую-то практику. Знаете, даже просто переписывать какие-то молитвы, переписывать какие-то возвышающие слова, да хоть стихи, которые вас вдохновляют, ну касаемо какого-то духовного самопознания, да. Ну, я полагаю, вас это может вдохновить. То есть даже это уже можно расценить практикой. Практика не значит, что вот обязательно коврик там и что-то ты там гнешься. Практика это то, что сделает ваш внутренний мир гармоничным. То есть не обязательно практика, вот обязательно что-то там погнуться, потянуться. Практика может быть просто привести себя в порядок, в гармонии. То есть вы начали чувствовать себя хорошо, практика прошла успешно, можно завершать. Это не значит, что нужно вот ровно там час что-то делать или два. То есть вы чувствуете, все, вот теперь я готов начать день. И погнали. И начинается планировка времени. Опять же, рекомендую без телефона. Вы начинаете писать. Я рекомендую писать, ввести какие-то блокноты, ежедневники или еще что-то. Все, что написано пером, не вырубишь топором. Все, что вы напишите, когда-то вы сможете посмотреть в так называемых хрониках Акаши или в других тонких пространствах. Все, что вы когда-то написали, все это останется. Это истинно так. А все, что у нас в телефоне, это в некотором виртуальном пространстве, к которому не у всех есть доступ. Не знаю, как программисты там живут. А обычным людям это не свойственно. И опять же, что касается телефонов. До Сели, до Йоги за несколько лет. Любил ходить в тренажерный зал, заниматься. И вот мы с другом ходили. Он постоянно пользовался на телефоне. Было приложение, типа сколько ты подходов выполнил, сколько килограмм ты поднял и так далее. В общем, бери больше, бросай дальше. И он все это фиксировал, сколько он подходов делал и так далее. И в итоге через месяц мы сравнили результаты. Я их поднял, а я так не делал. То есть я не ввел в телефоне ничего. То есть я поднял свои результаты, а у него они такими остались. Почему? Мы сравнили. Оказалось, что в принципе полтренировки он пикает в телефон. Просто пишет, вот я там сделал такой-то подход. Столько-то килограмм. Вот так-то, так-то. Записал эффект. С одной стороны, он круто все отследил, у него появилась статистика. С другой стороны, у него результаты не выросли. То есть все вот эти вот планировщики времени, это все тоже трата энергии, трата опять же того самого времени, которого у нас осталось немножко. Скоро будем завершаться. Да, мы сейчас об этом расскажем. Итак, давайте. Значит, мы начинаем планировать день, мы начинаем это писать. Я рекомендую писать. Вы можете, кстати, писать это, допустим, если вы правша, пишите левой рукой. Это очень здорово. Вы будете буквально в пространство, в свое внутреннее пространство, в свой внутренний космос впечатывать ваши цели, ваши задачи. Это очень интересная практика на объединение полушарий. То есть если вы левша, пишите правый. Если правша, пишите левый. Это можно рассматривать, в принципе, даже как духовную практику, потому что это сложно, это тяжко. Но как бы вы прямозмогаете себя и, допустим, напишите какую-то молитву левой рукой. Ну это очень сложно. Но зато вы ее запомните на раз. Очень интересная практика. Еще вот я пробовал в этом смысле каллиграфию. То есть то же самое, пишешь какие-то возвышенные слова, но попробуй написать красиво. Итак, когда мы выбрали себе, что мы будем сейчас что-то писать в какую-то тетрадочку, которую потом можно на алтарь поставить, все куда-то. Первый пункт это вообще в целом вы пишите все задачи. Вообще все. Вообще вот, ну не надо там какие-то совсем уж маленькие, типа там дойти до магазина ближайшего за продуктами. Но вообще вот все задачи, какие у вас есть, их на самом деле очень много. Это нужно будет делать буквально там, ну не знаю, раз в месяц может быть, два раза в месяц. Может быть реже. У кого-то реже, у кого-то чаще. То есть все задачи не нужно выписывать каждый день, но хотя бы разок их нужно обознать. Вообще все, все ваши планы на 5 лет, на 10 лет. Тот, кто планирует свою жизнь, тот вообще живет. Как утверждал Бронников, один такой биоэнергет есть в России. Вот он говорит, что тот, кто формирует, тогда будет результат. А если ты не видишь себя на 5-10 лет, то тебя и нету просто. Вот, и он также говорит, что человек, когда он ребенок, он формирует свою жизнь на день. Даже не на день, прошу прощения, ребенок формирует свою жизнь буквально на момент настоящего. То есть он, допустим, увидел конфетку, я хочу вот конфетку сейчас, и мне вообще не важно, что там будет потом. Я хочу вот сейчас вот это вот сладенькое. Ну, например. То есть дети реально в настоящем. Потом ребенок уже постарше, он начинает формировать на день. Он говорит, что вот я, допустим, сегодня там что-то мне порадовало, я хочу завтра, чтобы меня это порадовало. То есть на день начинает. Подросток начинает уже там, или постарше, юноши, девушки, они уже формируют, допустим, на несколько дней, на неделю, на месяц. Там отношения какие-то строят, кто-то уже начинает на год формировать. В принципе, когда вот ребенок из подросткового возраста уже в более взрослое должен перейти, он уже должен хотя бы на год, на несколько лет вперед формировать. И человек, когда он готовится к семье, он уже должен формировать хотя бы на 5 лет, 5-10 лет. А представьте, есть люди, которые формируют на 25 лет. Есть люди, которые даже не то что более эффективны, они, их работа, например, они пишут план страны, экономический план страны, они создают программы на 25 лет, полностью по пунктам. Вы представляете, в Китае на 500 лет вперед распланирована их экономика. На 500 лет кто-то это сидел, это делал. Это жесткие люди. Наша же задача сформировать себе все задачи настолько далеко, насколько вы можете закинуть, например, на 5 лет, на 10 лет вперед. То есть все задачи выписали. Именно выписали руками, то есть не надо в телефоне пикать. Далее, мы расставляем приоритеты. Второй пункт. Цели же можно корректироваться? А то, надо вот так решить, что цели продолжаем. Цели. Насчет цели очень интересно писали последователи, приверженцы Агни-йоги. Они говорили, не говорите, что принимаете решение, потому что если решение приняло, оно уже должно состояться. Говорите, что считаете целесообразным то-то и то-то на данный момент жизни. И на данный момент жизни у вас целесообразность будет одна. Потом ее можно дополнить или из нее что-то можно убрать. В течение дня может что-то измениться. Поэтому вы ставьте себе, вот важный момент, мы будем писать себе тут и цели, и приоритеты расстроить, но это как практика внутренняя для себя. Но это не значит, что потом нужно полностью в это упереться и быть рабом этого плана. То есть, далее человек должен быть гибкий. То есть, это как скелет, да, но человек в целом-то гибкий. То есть, скелет может быть твердый, какой-то костяной, закостеневший, но в целом мы должны быть гибкими. Итак, мы расставляем приоритеты. Опять же, приоритеты на месяц, на неделю и на день. То есть, ближайшие дела, это можно тоже отметить, то есть, на три, ну, я уже не буду писать, в общем, на три. Приоритет на месяц, что вы хотите за месяц достичь, что вы хотите за вот, вот стопроцентно за эту неделю надо выполнить. И на этот день. Какие приоритеты? Допустим, приоритет сделать такой-то, продвинуть вот такой-то проект, там, связаться с каким-то человеком. То есть, важные цели и приоритеты сразу можно писать в той последовательности, в которой вы примерно предполагаете это сделать. Очень важна последовательность. То есть, потом вы будете смотреть в свой план, чтобы вас не пугало, а что следующее? Вы должны посмотрели, ага, следующее. И вы не думаете, какой пункт уже после этого идет. Вы вот делаете вот только вот этот пункт. И все, пока он не достигнет какого-то результата. Понятно, есть задачи, которые сразу требуют несколько дел, но в целом, чем более сфокусированными вы будете, тем более эффективнее будет. Итак, когда у нас есть задачи уже сформированные, расставленные приоритеты, мы большие задачи разбиваем на мелкие. Разбивать на мелкие. То есть, не бойтесь, не стесняйтесь. Большое сложно, да? Но маленькое по чуть-чуть сделать гораздо легче. То есть, если большая задача, там, съездить туда-то, купить то-то, там, построить это, то можно разбить на более маленькие подпункты. Их в вашем списке будет больше. Но, тем не менее, когда вы будете маленькие пункты выполнять, у вас будет ощущение, что вы реально чего-то достигаете. У вас будет от этого мотивация, вдохновение, и вам дальше будет легче. Далее, как раз, пункт не распыляться. Это очень-очень важно. Не распыляться. Вот человек, когда он начинает жить эффективно, как-то в согласии с собой, с природой, начинает жить по совести, у него энергия начинает подниматься. И, допустим, от Маладхара она дойдет до Сватхистана, дальше до Манипура. И вот тут человек становится очень эффективным. Вот этот наш центр, живот, центр, рядышком там Хара, наш волевой центр. И человек начинает хотеть, у него появляется воля, и более того, у него появляется жизненная сила на реализацию всего. И вот тут человек может попасть на такую штуку, нахватать себе больше задач. Я хочу и тот проект, и тот проект, и тот, и тот. И в итоге он распыляется, и опять же терпит какую-то либо неудачу, либо просто не все так складно в жизни случается. То есть не распыляйтесь, не нахватывайте. Есть реальные вещи, которые вам интересны. Наша глобальная цель, локальная цель, приблизительно на 4 цели жизни, которым может следовать адекватный человек. И далее не нужно распыляться на какие-то уж совсем вещи. Это действительно очень важно, потому что у человека реально, когда энергия вот досюда доходит, до живота, до Манипуры, очень хочется много ухватить. Кажется, что ты и там можешь, и тут, в принципе, ты знаешь, и вот это тебе нравится, и там, и там, и там. Но любой бизнесмен вам скажет, что вот лучше, так сказать, конкретно одно ухватить, сделать, и, допустим, там два ближайших. То есть как-то так группой. То есть не нужно распыляться на много маленьких задач. Опять же, будьте, ну как бы, как-то благо, давайте и другим людям, давайте другим людям возможность, в том числе проявить себя, и какие-то цели занять. Вот как раз следующее. Делегируйте обязанности. Делегируйте обязанности. И не бойтесь их делегировать. Клуб OMRU, он очень большой, и очень много разных сфер, и туризм, и путешествия, то есть туры какие-то, и лекции, и видео, и статьи, и занятия онлайн. И если бы это делал один человек, да он бы с ума сошел, и просто у него бы крыша поехала. И у нас все распределено, каждый занимается какой-то своей отраслью. И очень важно найти какое-то свое место, выполнять эту задачу, а соседние задачи отдавать другим людям. За денежку, не за денежку, в общем, платно, бесплатно, в общем, отдавать часть обязанностей. Не нужно делать все самому. Я понимаю, что это иногда очень сложно, допустим, когда ты ведешь какой-то проект, и отдать какому-то другому человеку, потому что он может все либо испортить, либо сделать как-то, скажем так, не так, как вы ожидали. Но опять же, это будет очень хорошо прорабатывать эго. Очень хорошо будет прорабатывать эго, потому что действительно очень сложно, когда кто-то в проект вмешивается. Но вот это очень важная проработка. То есть не бойтесь делегировать обязанности. Итак, далее, уберите все лишнее. Уберите все лишнее, уберите телефоны, если это не касается напрямую работы. То есть убирайте лишнее. Например, я сажусь делать, писать статью, значит, я пишу статью. Значит, в этот момент рядом со мной нет телефона, куда постоянно приходят какие-то сообщения. Значит, я не ем в этот момент, я пишу статью. Да, если я читаю книгу, я читаю книгу, я полностью в моменте. Это моя практика. То есть йога, это не просто занятие на коврике йога, это практика в повседневной жизни. Присутствие в моменте настоящего можно назвать йогой. То есть если вы полностью отдаетесь вот этому делу, например, вот этому моменту, вы слышите мой голос, вы ощущаете, как вы сидите, вы ощущаете какое-то, может быть, движение каких-то клеток в теле, вы ощущаете, как вы вдыхаете, выдыхаете, возможно, если эти процессы у вас идут сейчас осознанно, то вы занимаетесь йогой. прямо сейчас. И когда вы будете читать, когда вы будете писать, погружаясь полностью в момент, вы по сути практикуете. Пусть это будет вашей практикой, пусть ваша работа, ваш труд будет вашей практикой. Просто от нахождения в настоящем. Я уже дальше писать эти пункты не буду. Итак, то есть убирайте все, все вообще, все, что может отвлекать. В том числе обустраивайте рабочее пространство так, чтобы вас ничего не отвлекало. Очень проблема, что сейчас действительно телефон прилип к руке, и люди едят, чатятся, потом чатятся и едят. И как бы непонятно, где какое действие, то есть грани все размыты, и телефон этот вообще вездесущий. Далее важный момент, вот его я запишу, это уже седьмой пункт, тут был шестой. Седьмой. Уважайте себя. Что это значит? Нужно уважительно относиться к себе. Это не значит, что нужно потворствовать своему эгоизму. Это значит, что иногда нужно сказать нет. Иногда нужно отказать человеку. Если вас кто-то вдруг попросил о чем-то, вы должны сердцем прочувствовать, ну или хотя бы умом, если сердцем еще не очень, разумом, нужно ли вам помогать он человеку. Возможно, от того, что вы откажете ему, он сделает сам, накопит опыт и этим самым получит какое-то развитие. То есть не обязательно, опять же, вот вас попросили сразу хвататься за это. Иногда нужно говорить нет. В том числе уважать себя означает как раз вот, например, по утрам, да, не прикасаться к работе, да, то есть самое вот это раннее, самое чистое время я посвящу своей практике, да, или какой-то карма-йоге, какому-то служению, ну, которое я на данный момент считаю вот самым, не знаю, действенным, что ли, эффективным и так далее. В общем, уделять время себе, да, в том числе. Уделять время себе не значит, вот как я сказал, потворствовать эгоизму, да, значит, возможно, более эффективно распределять время. То есть не хвататься за все подряд, везде сувать свой нос. Вот ты выбрал план какой-то прописал, вот ты этому и следуешь потихонечку, методично, структурировано. Это на самом деле очень приятнейшее ощущение, когда ты вот именно методично все это делаешь. И это действительно можно сравнить с практикой йоги. Дисциплинируйте себя. Восьмой пункт. Дисциплина. Дисциплина подразумевает некоторое добровольное самоограничение. И это схоже с нашей топасией, неямой. Одной из неям. Добровольное самоограничение. То есть очень важно, чтобы мы себя дисциплинировали. То есть рост там, где тренировка. Нет крутых, есть тренированные, да. То есть там, где вы будете тренироваться, там будет развитие. Там, где вы будете регулярно прикладывать усилия, будет развитие. Там, где вы будете при этом усилия проявлять через какое-то небольшое превозмогание себя, там развитие будет в несколько раз больше. То есть чуть-чуть аскезы. Чуть-чуть вот вы скрутку делаете, вот чуть-чуть туда вот еще дожать немножечко. Будет аскеза, будет развитие. То есть проект какой-то делаете, вот еще чуть-чуть там приложить усилия. На турнике подтягивайтесь, еще раз подтянуться. Ну это такие совсем примеры условные, но вот небольшое усилие. И это как раз будет дисциплина. Дисциплина не в смысле, вот я допустим на раз больше подтянулся или еще что-то, а дисциплина, что я приложил волю. И это очень важное качество, которое останется с вами на следующую жизнь. Как это ни странно, вот эти вот вещи, которые вы отработаете в этой жизни, они с вами будут идти дальше. Люди, которые в этой жизни хорошо дисциплинированы, значит они в прошлой жизни уже этим занимались. Если вы хотите в следующей жизни очутиться, неважно где вы, так сказать, родитесь, если у вас уже дисциплинированный будет дух, уже все будет значительно лучше. А чтобы это было, вот нужно вот эту привычку привить себе, проявлять волю. Проявлять чуть-чуть воли, еще чуть-чуть воли, понемножечку, по капельке, камень вот этого невежества будет стачиваться. Далее. Вводите полезные привычки как отдых. То есть между делами у нас есть какое-то буквально там минутка-две на какой-то отдых. Там написали статью, да, дальше пошли там на совещание с людьми, условно говоря, да, написали какой-то проект, там текст какой-то или еще что-то, или прочитали что-то там, какие схемы сделали, неважно чем вы занимаетесь. Дальше у вас следующее дело, вот в перерывчик вы вложите какую-то полезную привычку. Полезные привычки могут быть разными. Например, я когда работал в офисе, я делал упражнение для глаз, да, отличная практика. То есть это вроде бы отдых, а вроде бы я занимаюсь, ну как бы у меня вот в планах где-то там было делать упражнения для глаз. То есть я делаю то, что мне интересно. Отличная практика, маленькая привычка сделать самомассаж, например, кистей, ушей, лица. То есть между вот этими делами у вас там есть две минутки, проведите их эффективно для себя. Это касается и уважения к себе, да, и введения вот этих вот очень хороших привычек. То есть прочитать про акупунктуру, например, на руке. Поделали разминку каждого пальца, поделали разминку ушей, поделали упражнение для глаз, например, да, или какую-то маленькую шлоку там из писания прочитали вот в эту минутку. Также это может быть какой-то полезный перекус. То есть если вы стремитесь к какому-то здоровому питанию, вот я столкнулся с такой проблемой, что не успеваешь съесть все полезные вещи за день, которые хотелось бы. Потому что есть, например, различные семяночки, зернышки, у них там свои питательные вещества. Есть там зелень, которая полезная, есть всякие добавки типа там спирулина, есть водоросли, есть различные масла там кедровые, тыквенные и прочее. И вот это вот все как бы за день. А смысл их употреблять именно отдельно. То есть ты отдельно их употребляешь, например, на тащах, и они у тебя там усваиваются. Если ты, допустим, плотно поел, а потом выпил ложку тыквенного масла, но никакого толку от этого масла, ну практически никакого не будет. И вот в эти как раз вот перерывы там между совещаниями, ты там раз какую-нибудь ложку кедрового масла, и пока у тебя там два часа ты на совещании сидишь, оно у тебя отлично все усвоится. То есть маленькая полезная привычка, которая и дисциплина, тренирует тебя, и как бы организм питает, и получается как маленький отдых. И потом у вас эта привычка будет в жизни, и это очень позитивно. Далее уже завершаем. Необходимо отдыхать. Еще раз повторим как отдельный пункт. Сейчас у меня это уже десятое. Десятый пункт. Отдых. Это касается и распорядка дня. То есть, допустим, часов восемь вы закрываете все рабочие дела, уже занимаетесь какой-то практикой, читаете книги, чтобы к десяти вы уже легли спать. Это опять же касается уважения себя. Отдых подразумевает также, что хотя бы раз в полгода, раз в год вы устраиваете себе какой-то ретрит. Например, съездить на Випассану, например, сходить в тур, например, сходить в горы, например, посетить какое-то место силы. То есть это очень-очень важно. Наше тело, оно имеет свои ограничения. И я не знаю, наверняка каждый до такого доходил. Можно реально трудиться, так сказать, идейно, просто вот до упора. Но потом ты упираешься в потолок того, что твое тело не может больше. То есть, где-то разум отказывается. Вот. То есть, по-разному бывает. И, ну, у всех вот этот опыт наверняка был. То есть, ты доходишь до какого-то потолка, пика, да, а дальше ты понимаешь, все, ты ограничен вот этой вот оболочкой, там, умом, разумом, еще чем-то. И дальше уже просто не можешь. Вот, чтобы такого не было, обычно это сопутствует перегоранию еще. Необходимо отдыхать. С одной стороны, здорово, когда ты в труде можешь действительно, как в огнейоге сказано, что в труде воспламеняется дух. И думаю, думаю, у вас уже были подобные опыты или еще что-то. В общем, действительно, в труде воспламеняется дух. Но если тело не готово, если оно не отдыхало и так далее, это пламя внутреннее, да, может быть, как раз это и есть тапос, оно сжигает наши нервные каналы. Потом очень все плохо. Поэтому в йогах как раз, в некоторых упанишадах, в том числе в Айурведе, описывается, что необходимо, там есть какие-то молочные продукты и так далее, просто чтобы вот этого перегорания не было. Потому что это еда жирная и, так сказать, сильно приземляет сознание. Это не к вопросу о питании, а к вопросу о перегорании. То есть, чтобы не было перегорания, фраза, это слово, оно не метафорично, оно буквально, это очень похоже на ощущение перегорания. Необходимо отдыхать, необходимо куда-то выезжать, необходимо посещать какие-то места, необходимо вот даже на семинар сходить такое, то есть немножечко побыть вот в этом общем пространстве людей, которые занимаются, ну, хотя бы примерно тем же, да, стремятся, куда и вы. Очень-очень важный момент. И последний, одиннадцатый момент, одиннадцатый пункт, анализировать. Заниматься аналитической медитацией. Вот если еще непонятно, что такое Тхьяна или Тхарана, да, как бы концентрация может не получаться, садитесь в медитацию и просто думайте, вот что-то сделал, что-то не сделал, вот столько-то пунктов получилось, столько-то пунктов не получилось. То есть проанализируйте, посмотрите, отвлекался я, не отвлекался я. И сразу не просто вы отмечаете это, а ставите себе такую вещь, как бы уже на следующий раз закидываете, а что я дальше могу, как бы, как я могу в следующий раз сделать это лучше. Допустим, здесь я не поведусь на это, здесь я сделаю по-другому. То есть как я могу сделать это лучше. Вот, необходимо анализировать в буддизме, и это так и называется, аналитическая медитация. То есть вы разбираете на составные части какую-то большую, допустим, большое обстоятельство и пытаетесь разобраться, что было так, что было не так, какой опыт из этого можно получить. И также очень важно, вот вы знаете, допустим, яма-не яма, нравственные принципы, да, вот что я сегодня сделал так, что я сегодня не сделал, тоже каждый день себя прогоняете по вот этим принципам. То есть что прошло, а что не получилось. И вот в дополнение, хотите запишите, хотите нет, если вам откликнется, можно записать. Что важно именно как дополнение вот к этим пунктам. Писать все планы и идеи, писать их именно рукой, то есть не на телефоне. Дальше, очень хорошее дополнение, использовать так называемые трекеры привычек. Вот сейчас у нас сайт OMRU, он предлагает всем занимающимся такие трекеры привычек. Они, возможно, как онлайн для заполнения, также вы можете распечатать, повешать у себя где-то, то есть посмотрите на сайте OMRU. Там, например, трекер привычек, допустим, 100 дней без сахара. И ты каждый день себе можешь там галочку красиво ставить, что сегодня я не ел сахар, ну, например. Или, допустим, перевернутые асаны на ночь. То есть такая вот хорошая привычка сделать перевернутые асаны на ночь и как бы последовательность. Или почитать какую-то книгу на ночь. Или вы можете вписать свою какую-то привычку. И там, допустим, 30 дней такой вот обед. Я 30 дней, например, что-то не делаю. Допустим, не ем сладкого. Или, допустим, 30 дней стараюсь вставать рано. Ну, в свое рано. Вот эти трекеры, они действительно очень будут помогать. Их сделали очень красиво. Наши дизайнеры очень старались. Поэтому посмотрите. Мне вот они очень понравились. Вот, домой приеду. Тоже у себя повешаю. И действительно, вот прям я бы рекомендовал посмотреть. Потому что сделаны красиво, просто. И они будут мотивировать, они будут вдохновлять. Далее. Обязательно вот среди ваших задач, которые вы будете писать, оставляйте, там, пишите, что, допустим, там, сколько-то времени. Ну, типа, возможное отвлечение. Вас все равно кто-то отвлечет. Все равно там прибежит сотрудник, там, из другого кабинета. И вам что-то накрещит на вас. Что-то пойдет не так. То есть, оставляйте вот эту, так сказать, подушку безопасности. Что, вот, допустим, с такого-то, по такой-то времени я занимаюсь, там, вот этим проектом. Дальше у меня есть там подушка хотя бы в 10 минут. На какое-то, условно говоря, либо отдых, либо передышка какая-то. Либо на отвлечение. Или вот если я буду не успевать. Чтобы у вас не получалось. Многие люди начинают заниматься таким. Ставят себе жесткий график. Не успевают все сделать и расстраиваются. И перестают этим заниматься. То есть, у вас должна быть либо подушка безопасности, либо не относитесь к этому очень закостенело. Ваш план, это ваше намерение, ваше устремление. Но пусть оно будет... Да. Оно должно быть плавным. Что слишком телеверно за собой контролирует. Да. Вот как практика это может быть, да. Ты прописал вот это все. Это как твоя внутренняя практика, какого-то структурирования пространства, да, вокруг себя. А далее уже необходимо гибко по обстоятельствам действовать. То есть, сочетать в себе вот этот момент. Люди спрашивают, а как же жить? Типа, плыть по течению или активно создавать свою судьбу? А никаких проблем. Делайте и то, и другое. То есть, вы можете плыть и по течению, но при этом вы же на этой лодке можете как-то рулить, что-то делать. То есть, и активно создавать свою судьбу, и при этом не нарушать вот этот ход времени. То есть, жить в согласии, в гармонии с миром, не противостоять ему, но при этом что-то где-то еще рулить. То есть, никаких проблем. Вот эта дуальность, она растворяется на випассанах, поэтому тоже посещайте. И тогда давайте постепенно будем завершать. Вот последнее, пожалуй, что я хочу сказать. Очень важный момент. Вот вся вот эта погоня за временем и так далее. Все это может привести к демоническому пути развития. Как это ни странно, то есть, из биоробота человек может перейти, так сказать, в разряд какого-то демонического, ну, условно говоря, каких-то существ, которые живут эгоистично для себя. То есть, вся вот эта погоня сделать эффективно, сделать больше, там, получить больше. Это все может привести на очень такой скользкий путь эгоистического проживания потребительского в том числе. Поэтому очень важно не заиграться вот в эту деловитость, так сказать, все это в меру. То есть, золотой срединный путь. Формируйте пространство, структурируйте пространство, но не ставьте это себе куда-то в идеал, что вот только так оно должно быть и вот больше выжить из возможных там 24 суток. То есть, не нужно настолько в это заигрываться, потому что это ловушка на самом деле. Это ловушка для людей, у которых энергия поднялась вот сюда. Есть очень много ловушек в этом мире, а одна из этих ловушек – это здоровое питание как раз таки. Андрей Вербе, он приводил такой пример. Человек, когда занимается здоровым питанием, шаткаровыми чистками различными, там, средине, плодоедине, потом жидкое питание, потом он вообще ничего не ест. В общем, что он делает? Он шлифует, допустим, какую-то поверхность. И вот он ее отшлифовал, вымыл, она блестит, сияет. А теперь, как бы, вот он день ее не протирал, на эту поверхность пыль нападала, да? Ну, условно говоря, организм на следующий день, он чуть-чуть засорился, нужно опять протереть. Там потом пальцем поставил, ткнул, там отпечаток остался, опять нужно протереть. И, в общем, человек начинает, попадается вот в эту ловушку здорового образа жизни и постоянно поддерживает свое здоровье просто ради здоровья. Вот есть люди, которые точно так же со временем, они пытаются успеть больше, 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 и получается такая же ловушка, что чуть-чуть ты расслабился, ты уже не успеваешь. И постоянно вот в этом колесе сансары ты крутишься. То есть не попадайтесь в эту ловушку, то есть пишите планы, структурируйте свои планы, держите две самые большие цели, свою самую глобальную цель, куда-то к Богу, куда-то устремляться, к самопознанию, к истинному я. Держите перед глазами свой самый ближайший шаг, вашу локальную цель. То есть мыслите глобально, действуйте локально в вашем маленьком мире. Какой будет мой следующий шаг? Ну что ж, давайте завершать на этом. Благодарю вас, друзья. Благодарю вас. Ом.